Приветствую вас, дамы и господа! Как у вас настроение? Все ли отлично? Все ли прекрасно ваша с Еленой? Надеюсь, что все не шляп. И сегодня мы поговорим на тему, как разработать свое мобильное приложение. Прям с нуля, с нулюсечки. Если ты начинаешь, то это видео поможет тебе, потому что я буду говорить, сперва, на легком сленге, легкий такой вокабулар, который, в принципе, тебе знаком. Потом будем постепенно углубляться в более сложные структуры. Хорошо, я сейчас уду с университета, и как раз таки у меня настроение на то, чтобы записать видос на данную тематику. Первоначально нужно посмотреть просто на мир. Вот, оглянись вокруг. Что у нас имеется? У нас имеются всякие различные дома, плюс люди ходят, плюс сменяется наша позиция. Также я кручу камеру, и она тоже сменяет свои позиции. Следовательно, в нашем мире есть определенные позиции людей, которые расположены на определенной координатной плоскости. Координатная плоскость — это то, что ты изучал в школе. Это всякие X, Y, ось абсцисс, ось ординат. Окей? Это, в принципе, если представить, то, в принципе, ты это сейчас видишь. То есть, твое окошко с данным видосом занимает определенный размер. Также, если ты развернешь экран, например, если ты на телефоне смотришь, то это будет другой размер. Если ты свернешь окошко, то это будет другой размер. Соответственно, и в нашем мире тоже есть разные размеры, разные фигуры, которые нас окружают. Они бывают треугольные, они бывают квадратные, они бывают пентагонные. Вот уже новые слова. Пентагон, да, некоторым знакомы, это пятиугольник, дальше шестиугольник — это хексагон, дальше семиугольник — это хептагон, плюс восьмиугольник — это октагон, девятиугольник — это нонагон, и десятиугольник — это декагон. То есть, это у нас различные такие фигуры нас окружают. Также, вот смотри, это у нас, по сути, столб, но это цилиндр, на самом-то деле. Это вот первое, что необходимо обратить внимание. Также, как я сказал, что у нас у всех есть свои позиции. То есть, позиция X, позиция Y, позиция Z. Мы это можем описать вот таким вот образом, потому что мы в 3D пространстве ходим. Если мы 2D-шный аниметян, то мы бегаем, естественно, в 2D-мире. То есть, мы перемещаемся и ищем куна вон там вот в сторонке, чтобы Yamatek Kudasai покричать. Соответственно, мы в 2D превращаемся в этот момент, и тогда у нас будет просто X и Y. Но если мы из аниме в 3D превратимся, то в этот момент мы такие, опачки, ничего себе, новая размерность образовалась. Размерность это Dimension. Соответственно, у нас появляется Z еще, и получается XYZ. Это конкретно по визуальному представлению. Теперь мы можем видеть призмы, мы можем видеть не окружности, а сферы, не, допустим, не прямоугольники, а параллелепипеды, не, например, треугольники, а это будет треугольная призма, не, допустим, не Пентагон, а это будет призма с основанием Пентагона и так далее. То есть, если мы так преобразуем. То есть, если, вот, посмотри, это у нас, по сути, 3D-объект в некотором роде, потому что здесь есть некоторая маленькая высота, но она имеется. Более знакомо, вот мы увидим сейчас, если мы обратим внимание на данную структуру, вот смотри, вот здесь вот, видишь, как домик практически. Тебе покажется, что это как будто треугольник. Да, это, в принципе, да, треугольник сверху, но на самом деле это пятиугольник. Раз, два, три, четыре, вот тут раз, два, три, четыре, пять. То есть, пять углов здесь находятся. Но вообще, да, можно описать в некотором роде, что это пятиугольная призма, но на самом деле это Пентагон. И, то есть, пять углов. Также бывает прям чисто-чисто Пентагон, когда все-все-все стороны равны. Тогда это прям идеальное, идеальное сочетание. Так, это пятиугольник, да? Итак, дамы и господа, то есть, мы уже сделали представление о том, что у нас есть какие-либо фигуры в нашем мире. Также, наверняка вы замечали, что мы общаемся между собой через аудиальную информацию, то есть, через звук, то есть, нотки такие доносятся до нас. Плюс мы общаемся через визуальные различные символы, ну и общаемся через цифры, то есть, целочисленные значения. Допустим, мы такие, так, сколько мне помидоров? Шесть помидоров, да? Шесть помидоров. Или помидоров огурцов, окей. Шесть огурцов мне надо. Семь огурцов и так далее. Мы можем сказать семь с половиной, но обычно мы говорим семь огурцов. А вот если мы измеряем свой рост, мы можем сказать, что это не один метр, а не один метр пятьдесят восемь сантиметров. Ну да, мы можем сказать не сто пятьдесят восемь сантиметров, а можем сказать один метр пятьдесят восемь сантиметров. Соответственно, это уже вещественно-численное значение. То есть, мы уже подошли к структурам данных. Есть структуры данных, такие как интегр, есть такие структуры данных, как float, есть stringersky, есть char, есть boolean. Что такое Boolean вообще, если мы так и подумаем? Boolean это некоторые два значения, либо 1, либо 0, либо true, либо false, либо да, либо нет, либо это правдиво, либо ложно. Соответственно, у нас есть вот эти вот значения. Это, например, если мы переключаем свет, то он может быть включен и выключен. Cool, выкал. 1, 0. И так работает практически все, это Boolean значения. Собственно, мы уже познакомились, что такое Boolean значения, что такое string. Стринговские. Стринговские это строка, то есть строка текста. Например, текст написан, вот сейчас мы проходим, информационный стенд здесь написано, то вот мы сейчас ознакомимся, это информация, это определенный текст, который здесь написан, его можно записать в виде стринговского значения. Если будет просто элемент, например, у нас мы найдем какую-нибудь, вот, буковка Я, да, конечно, мы все понимаем, что это у нас, вероятнее всего, JPEG, либо же это у нас PNG-шное, либо же SVG-шное, то есть Scalable Vector Graphics. Это мы еще до них дойдем. Но вообще это символ, Я написано. Соответственно, можно записать как Character, то есть Char. У нас мы уже познакомились с булевой, мы познакомились со стринговской, мы познакомились с Char. Также вещественные значения, вещественные значения, что это такое? Это у нас как раз-таки 1 метр 78 сантиметров, или, например, 11,78, 1,23, 1,23, либо же мы измеряем 15,8, либо же у нас будет значение такое, как, ну, сейчас перейдем, мы измеряем машину, и она, допустим, 2,5 метра по размеру, такая малюсенькая, совершенная машинка, либо для кого-то и большая. Соответственно, 2,5 метра. Либо же мы измеряем число Пи, и там будет 3, 14, 15, 92, 6, либо число Эйлера, это будет 2, 7, 1, 8, 2, 8, 1, 8, 2, 8 и так далее. То есть это первые 2, так, 1, 7, 1, 8, первые 9 цифр после запятой числа Эйлера. И также число Пи тоже вы можете обозначить, число Тау, это у нас 6,28, 6,28, 3. И там дальше пошла аппроксимация. Аппроксимация – это уточнение, уточнение значений, дальнейшие разряды. Это вот что необходимо разобраться. То есть у нас есть вещественные значения. Они могут быть записаны как флоутовскими, так и дабловскими. Это что необходимо понять. Что у нас есть флоут, есть дабл. Дабл – это по сути тот же самый флоут, только у него количество бит выделяемой информации намного больше выйдет. Что такое бит выделяемой информации? Например, ты можешь сделать комбинацию из 4 бит. То есть это 0, 0, 0, 0. На простом примере объясню. Есть цифра 0 или 1, да? Это 2 комбинации. А если мы будем… Это 1 бит информации. 1 бит информации – это 0. 2 бит информации – это 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Соответственно, это у нас 4 бит информации. То есть 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Если 3 бит информации, то тут 8 комбинаций придет. То есть это уже формула 2 в n-ой степени в количестве бит. Это у нас получается 3 бит информации. Это 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. То есть вот такие 8 различных комбинаций, и конкретно для флоутовских и дабловских используются разные размеры внутри нашей, вот прям в компьютере. Это если вы только начинаете делать ваши программки, знать особо не обязательно. Обязательно, в принципе, но хорошо бы, хорошо бы разбираться, но это не такой навык, что прям сразу вам необходимо об этом знать. Кстати, давайте разберем, что это за фигуры. Раз, два, три, четыре, пять. Это тоже, дамы и господа, пентагон. Раз, два, три, четыре, пять, да, пентагон. Дамы и господа, вот тут уже идеальный, если они нарезали его правильно. Итак, мы познакомились с флоутовскими значениями, и есть также интеджерские значения, целочисленные. Например, вы в школе рассчитываетесь, первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой и так далее. Окей, это как раз-таки называется целочисленные значения. То есть они также называются как натуральные числа и так далее. Можно их называть в некотором роде, хотя натуральные числа это те, которые первый, второй, третий, четвертый, пятый, без минусовых значений. Также могут они принимать минусовые значения. Это в зависимости signed or unsigned. Signed это с минусом, unsigned без минуса, то есть от нуля, допустим, и до, от нуля до четырех тысяч девяносто шести, да? От нуля до четырех тысяч девяносто шести, да, у вас значения, например, будут. А если обратно, то это будет от какого-то там минус две тысячи, минус две тысячи до сорок восемього или сорок седьмого и до, например, две тысячи сорок восьмого или сорок седьмого. Это от минуса до плюса. Это уже, это, это такая информация, если вы изготавливаете первоначальное предложение, то это не самая главная информация. Следующее, окей, у нас есть такие вот минусовые значения, плюсовые значения, это интеджерские. Также есть байтовские и шортовские, есть интеджерские конкретно, есть лонговские. Это четыре различные размерности, которые они могут принимать. Также, если мы вот посмотрели, у нас есть такие вот значения, которые мы можем записывать. Мы их также можем складывать между собой и плюс умножать, перемножать, делить, различным образом возводить в степень. Также экспоненциальный рост наблюдать у них, возводить в степени логарифмы, высчитывать синусы, косинусы, тангусы, катангусы, секенсы, косекенсы. Все вот эти вещи интеграмметрические тоже высчитывать. По сути, синусы, косинусы, катангусы, катангусы, секенсы, косекенсы нужны, когда вы делаете кривые. То есть, у вас есть прямая, есть кривая. Кривая, это когда вы задаете определенную вот такую вот волну своеобразную. Тогда вам понадобятся они как раз-таки. Синусы, косинусы, тангусы, катангусы, секенсы, косекенсы могут вам помочь. И также арксинусы, аркосинусы, арктангусы, аркотангусы, арксекансы, аркосекансы. Это конкретно вам могут понадобиться. И тут, окей, мы описали наши вот фигуры. Мы, в принципе, понимаем, из чего они строятся. Что теперь дальше? Мы понимаем, как наши буквы записать, как текст написать и так далее. Теперь необходимо его вывести на экран. И также мультипликацию мы можем делать. То есть перемножение, плюс сложение, деление. Теперь мы можем их вывести на экран. Как они выводятся? С помощью определенной функции, которая записана в компьютере. Например, на питоне это будет print. И внутри скобочек вы запишите в кавычках, например, hello world. Или же вы напишите, это моя программа. Либо же вы можете использовать Cout на C++. Либо же Cin это для input, чтобы ввести с клавиатуры. То есть input, то есть устройство ввода использовать. Клавиатура это ваше устройство ввода своеобразное. И также есть output. Output это конкретно ваш экран, на котором это все выводится. То есть Cout это будет character out. То есть вывести на экран определенный текст. Это вот что у нас имеется. Дальше. Окей, мы это объяснили. У нас имеется вывод на экран. И точно так же мы можем выводить на экран не только формулы, не только числа, не только различные вот эти вот побрякушечки в виде символов. Мы можем выводить также еще и геометрические фигуры. В том числе и 3D фигуры. То есть у нас есть сетка. Она на английском называется grid. И она может быть по X, по Y, по Z. То есть, а может быть и по любым значениям, которые мы зададим. I, J, K, например. Но вот, например, мы ходим сейчас по... Вот если мы посмотрим на пол, то здесь у нас X, Z, можно сказать, сетка, да? Размерность определенная. Но мы еще же еще и по воздуху. Вот я, допустим, прыгнул. Я переместился по воздуху в том числе. И когда я хожу, я некоторым образом, вот смотри, вот так поднимаюсь. Следовательно, есть X, Y, Z сетка. Представь сетку, как, например... Наверняка у вас в школе что-либо подобное было. Либо же в университете какая-нибудь миллиметровая бумага. Но только она простирается еще и ввысь. То есть представь, как будто здесь появились такие вот лазерные штуки, которые безопасны, в принципе. Вы можете через них спокойно проходить. Такие невидимые лучи. И эта сеточка, которая у нас образовалась, это GRID. GRID. И, следовательно, вы можете на эти GRID запечатлеть определенные положения X, определенные положения Y, определенные положения Z в совокупности с точкой, которую вы ставите. Например, точка M, и у нее будут значения равные и по Y. 10, допустим, от 0 до 10. По Z, например, оно будет находиться где-то левее. Это минусовое, допустим, значение какое-нибудь. По Z будет находиться на минус 2, то есть, а по X будет находиться на двадцатке. То есть, это как-нибудь вот так. То есть, вот смотри, вот тут точка отсчета, вот тут точка отсчета, например, да. И, то есть, вот тут, вот тут, вот тут, и вон там вот далеко Это как раз-таки находится наша точка Z Точнее, наша точка M Которая по X 20 По Y 10 И по Z она минус 2 Это вот то, что можно вывести Если мы можем поставить точку Мы можем поставить все, что угодно Абсолютно То есть тут уже ваша фантазия играет Что вы хотите поставить И теперь мы можем контактировать с компьютером Различным образом А вдруг я хочу эту точку В реальном времени, вот прямо сейчас В данный момент я хочу кликнуть по ней И получить какую-нибудь функцию от компьютера Например, я хочу кликнуть по ней И чтобы он время выводил моего компьютера Тогда мы подключаем определенное уже заранее Нам это все написали давно Другие программисты Нам осталось только найти эту библиотеку данных В компьютере Подключить OS Local Time И все, и вывести на экран И сделать клик-эвент То есть если ты кликнул на этот баттон То произошла следующая вещь Как в игрушке ты нажимаешь на, допустим, какую-нибудь атаку Либо же на блокировку Вот блок поставить Либо же уклониться Либо парировать атаку Либо же кастануть фаербол То в этот момент происходит какой-то эвент И, соответственно, аналогичным образом Ты используешь функцию внутри компьютера И вот ты нажимаешь Происходит клик-эвент На эту вещь Есть определенные как раз-таки для этого функции Например, в JavaScript на P5 Есть JavaScript P5 То есть у нас фреймворк от JavaScript Там имеется Function Mouse Pressed То есть если нажата клавиша мышки То происходит следующее Либо же Function Key Pressed Естественно, там у нас круглые скобочки И плюс открывается фигурная скобочка И внутри там, например, Key Code То есть код клавиши И там ставится равно После чего кавычки открываются Ты ставишь пробел То есть white space по-английски После чего кавычки закрываются И после чего Точка запятая, естественно И плюс вот здесь ставишь фигурную скобочку Event произойдет Что если ты нажмешь пробел То произойдет определенный event И еще забиндить Что если ты нажимаешь пробел То в определенный момент Твой персонаж взлетает наверх То есть его Y увеличивается на 5 Либо же его скорость по Y Увеличивается на 5 Но потом падает Потому что у нас гравитация есть И соответственно Гравитация его притягивает Все, дамы и господа То есть у нас есть Mouse Clicked Mouse Clicked Mouse Relift Mouse Dracked И все вот эти вещи Что такое Mouse Dracked Mouse Relift И так далее Mouse Dracked Это значит Мы зажали клавишу И держим Удерживаем ее Mouse Relift Это она отпущена Или там другие бывают Relift И могут использовать Либо Relift Либо же Pressed И отпущена Там различные версии есть Как clicked Pressed Double clicked И другие вещи Это различные функции Которые вы используете в компьютере И дальше Все Ты можешь уже сделать 3D То есть мы уже По сути Скооперировали Что мы можем сделать 3D Да Мы можем как-либо Взаимодействовать с экраном Мы можем То есть кликать И происходит ивент В реальном времени Это происходит Круто Теперь Все Дамы и господа Дальше уже Различные функции Которые здесь добавляются Тут уже пойдут Сейчас умные слова SQL MySQL NoSQL PostgreSQL Также у нас Подключаются сюда SQL Lite Плюс Также подключаются MongoDB MariaDB Различные базы данных Которые ты можешь Отслеживать Какие данные Были введены Какие не были введены И тут функции Точно такие же Как и в Excel Точно такие же Как и в Google Sheets То есть Наши дорогие таблицы От Google TableSheets И также Точно такие же Там сумма Среднее значение Медиана Мода Тут уже Такие Умные слова пошли То есть Мы дошли до 17 минуты Данного видео Тут уже начинается Такой Сленг Можно сказать Тут подключаются Различные регистры данных AX BX CX DX EX EX CBX CX EDX EDI ESI EBP ESP Плюс также RBP RSP RDI RSI И также У нас подключаются AH HBH CH DH DL CL BL AL Также DIH DIL CIH CIL Плюс К тому же У нас есть BPH BPL И CPH CPL Тут у нас Подключаются Различные Пойнтеры Void Struct Плюс For loops Зациклить Кстати вот Про loop Лучше сразу Сказать что это Такое Потому что Циклы хорошо Знать Не только Я уже Прям Внутрь Углубился Есть еще Такие вещи Как например Циклы Циклы В ежедневной жизни Что мы делаем Мы просыпаемся Идем чистить зубы Если мы проснулись У нас условия Это If statement Даже Если If statement То есть условия Если Если мы проснулись И Зубы не почищены То почистить зубы Обычно люди Это делают Я по крайней мере И делаю И большинство Людей мне кажется Делают Да Должны делать По крайней мере Мне кажется Стопо Усту Или же Возможно Да Делать Или же Например Если хочешь писать Да Идешь в туалет То есть Ты делаешь Перемещение Своего вектора Своей позиции Ты идешь И перемещаешься В другую комнату В другое положение Сетки нашего пространства Также у нас есть Преграды Через которые Пройти нельзя Если это преграда То значит Точка не может пройти Через данные вещи Это как лабиринт Своеобразный То есть Вот это вы можете Разработать Это достаточно интересно Плюс Если языки программировать Какие будут использоваться Вообще Вот дальше углубляться Мы уже Можем В принципе Построить Вот эти все вещи Мы можем даже Сайт создать Для нашего приложения Например Если будут HTML И CSS Одновременно Там будут Различные TIP TRTD TF Плюс Также NAV Плюс Также Там появится Script AHRF Также Абрев Плюс Видео Плюс Там различные Другие теги Хедер Хфутер Хэт Бадди Они подключат Что здесь По сути Это то же самое Что и в других Языках Просто Это определенный Язык разметки То есть То же самое Что и ты В Word Нажмешь Enter И там появится Новая строка Либо же ты нажмешь Например Tab И у тебя появится Новая фишечка Либо же ты добавишь Кипер ссылочку В Word Это то же самое Что и ты добавишь Navigation button Например В нашем дорогом Что мы сказали HTML В HTML А CSS Сделает это красивым То есть Это форматирование текста Как ты делаешь Например В Word Там различные Сделаешь Красивые закругления С помощью Radius То есть Сделаешь Красивые цвета С помощью Определенных цветов Color mode Определишь Что это RGB HSL Либо же Это будет HSB Либо HCL Либо же RGB То есть Красный Синий Красный Зеленый Синий То есть Если мы хотим Красный цвет Отпечатлить То это будет 255 0 По RGB схеме Также если мы хотим Белый цвет То это будет 255 255 255 Если хотим Черный 0 0 Если хотим Зеленый 0 255 0 Если хотим Желтый 255 255 0 Тут как Желтый И это Вот То что у нас Имеется Итак Мы в принципе Поняли про цвет То есть Мы даже Раскрасть Все можем CSS Мы тоже Поняли Что это Определенный Style Sheets Дальше PHP Если вам Необходим Всякие Реквестики наладить Чтобы более удобно Было Алгоритмизировать Все запросы Вот вам идут запросы Кто-то пишет Chatbot Например Вам пишет Какой-то человек Что-то А вы хотите Чтобы ему Автоматический Ответ Отсылался Например Что это Принято И так далее Файлы загружены И так далее То Опачки PHP Подключается Самый различный Echo Плюс Используется ForEach Плюс Другие различные Функции PHP Работает на ура Request Respond Генерируется Серверную часть Наладили Good Дальше Array У вас есть Один массив Данных Вы можете Чанк Чанк Сделать Чанк Можете сделать И у вас Получится Два массива Данных Либо вы хотите Сделать Есть один массив Данных Есть второй массив Данных И вы взяли Мерджнули их И получился У вас То есть Один Общий Массив Данных Данных Из первого Массива И второго Массива Это конкретно Так работает И для видео И для аудио То есть Различные структуры Которые Вы хотите Реализовать Итак Это вы В принципе Поняли Также есть Различные языки Как C++ C Sharp Objective C C Плюс Еще У нас Имеется Большой пул Такой как Golang Earlang Elixir Плюс Dart Ruby Rust Dart Наверное вы такие А что Что это такое Джули Это тоже Вообще Такие Языки VHDL Допустим Часто используется Для hardware То есть Для железа Запрограммировать И По сути У вас уже имеются Все тулы То есть У вас есть Кнопочки Вы создали их Дизайн кнопочка Это просто Картинка на фон Вставить То есть JPEGнутый файл Сделать Референс к нему И В принципе У вас Все готово Добро пожаловать В путь В путь Дорогу Дальний Мой дорогой путник То есть Уже все готово Что там еще Может быть В приложении Различные скроллеры Это уже Те же самые функции Это математика То есть А когда По Y Опускается скроллер И вы зажали Драгнули Вашу Дорогую клавишу То в этот момент У вас экран Прокручивается вверх Например А если у вас Скроллер Находится внизу То тогда Там Если вправо То влево Если влево То вправо Это у вас Соответственно У вас Скроллер Который работает Внизу Различные выборы Выбор из одного Выбрать один Из четырех Допустим У вас выбирается Один элемент Массива И все работает Кстати По поводу Массива данных Не было вводный Что такое Массив данных Массив данных Это определенные Величины Которые объединены По общим признакам Например У нас есть Деревья И все они Клен Да Например Да И они Объединены Общими чертами Но у них Есть отличие В том Что у них Разный рост Это вот Массив данных Есть такое же Понятие Как лист В листе данных Тоже может Содержаться Такая же Примерная информация Есть также Такая же вещь Как Это уже Другая Господа Вещь Это картеж Картеж данных Картеж данных Что это такое Это определенный Массив Но в котором Элементы Не имеют Общего между собой Да Они могут иметь Но они не имеют Общности между собой То что они Клен То что они Дерево С своеобразным Стилем Типом Видом Клен Они могут быть И клен Это может быть И человек Внутри И так же Это может быть Машина И число 5.3 И так же Это может быть Просто слово Корова Например Либо же Это может быть Например Слово Индюк Да Или же Слово Окно Например Да Это тоже Может быть Внутри И так же Английское слово Например Будет там Window Да Внутри И это может быть Что угодно То есть Это кортеж данных То есть У нас имеется Сейчас Кортеж данных Массив данных Лист Также есть Графы Различные Графы Если мы представим То тебе нужно Дойти от дома До школы И от школы До магазина И от магазина Тебе необходимо До маминой работы Еще дойти И плюс От маминой работы Тебе необходимо Еще в детский сад За своим За своим братиком Сходить Либо за сестрицей Либо же за Сестрицей Которая Или братом Который у тебя Допустим Ты нафантазировал Либо же Нафантазировал Еще одного Брата Или сестрицы Понимаешь Это у вас Графы Что такое Деревья Деревья Это иерархия Это тоже Один из типов данных Например У вас есть Вот такой вот И оттуда идет Генеалогическое Древо Например То есть Есть ты Есть твои родители У родителей Есть еще другие Родители Есть у Следующих родителей Еще одно родитель То есть поколение Своеобразные А А Б А Б А Б Дальше Идут А А Б Хотя По разному Это генеалогическое Древо Там может По разному Выписаться Это я уже Про деревья Другие Это система Линдемайера Это больше другая Поэтому Там у вас есть Первый элемент Есть второй Есть третий Вот первый Второй Третий Дальше идет Следующий элемент Четвертый Пятый Шестой Седьмой Дальше У других Восьмой Девятый Десятый Одиннадцатый Двенадцатый Тринадцатый Четырнадцатопятнадцатый Это наши Там предки Пошли уже То есть Номерки Вы составляете Это уже Генеалогическое Древо То есть Они Называются Байнер Три Или же Бинарное Дерево Это уже Различные Структуры Данных Которые Используются Есть алгоритмы Еще Которые Используются Есть алгоритм Дейкстеры Есть Пэтфайдинг Алгоритм Есть Также У нас Различные Селс Пёрсон Алгоритм Есть еще Рандомный Форест Случайный Лес Алгоритм Плюс Есть алгоритм По поиску Квиксорт Мерчсорт Также Имеется У нас Баблсорт Представь Что ты Например Сейчас Ищешь Книги Вот у тебя Есть Стеллаж С книгами И тебе Необходимо Их отсортировать Точнее Отсортировать По алфавитному Порядку Как ты Это будешь Делать Естественно Методов Очень много Ты можешь Взять И отсортировать Сперва Одну книгу Сравнить С другой Вот так Сравнил С другой Поставили Либо Ты можешь Просто поставить Сразу Так Пополам Разделить И отдельно Две кучки Разбирать Либо Можно Четыре кучки Разделить Либо По размеру Можешь Разделить И так далее То есть По определенным Признакам Это различные Виды Сортировки В том числе Различные Виды Поиска В том числе Потому что Есть Сорчинг Алгоритм Когда тебе Надо найти Что-то Есть Также Найти Кратчайший Путь Это тот же Самый Алгоритм По сути Только Чуть Видоизмененный Под свою Под свою Целевую Аудиторию Можно сказать Под свою Целевую Аудиторию Использователь Данной Пользователь Данными Алгоритмами Да Ох Как загнул Пользователями Данных Алгоритмов Да Это в принципе Так работает И Следовательно Если ты хочешь Создать Какое-либо Программное Обеспечение Какое-либо Мобильное Приложение То Первое Структуру Необходимо Обдумать Что у тебя Будет В твоем Мобильном Приложении Второе Подумать Также Какие Интерактивные Действия Имеются Внутри Программы Что Будет Выполнять Данная Программа Просто Провизуализировать Именно Что Будет Последовательно Выполняться Какие Будут Баги Быть Баги То есть Определенные Ситуации Которые Опачки Что-то Пошло Не так Ага И нужно Будет Дебажить Это все То есть Как-то Из этой ситуации Выйти Допустим Тебе Ты на экзамене Сидишь Тебе задали вопрос А необходимо Что-то ответить Как ты будешь Выходить Чтобы Притом Это удовлетворило Допустим Твоего экзаменатора Тогда необходимо Ответить Вот таким вот образом Соответственно Ответ дан Все Гуд Удовлетворило Появилось Правда Еще парочку Багов Но они Не такие уж Прям Сильные Но Можно сделать И прям Отличный ответ Заготовить И тогда будет Опачки Задебажили И прям вообще Без багов Хотя это Такая прям Сказка Идеальный мир Потому что Баг в принципе В любой случае Ну тогда это будет Фича Да Тогда это будет Фича То есть Определенная Особенность В данного Данного софта Итак Это мы обговорили То есть Определенную структуру И дальше уже Ты только Подключаешься К данным Какие данные Будут использоваться Какие Какие Численные Значения Какие Строковые Значения Какие Будут Использоваться Различные Структуры Данных То есть Какие Массивы Будут Использоваться Строковые Будут Использоваться Либо же Целочисленные Вещественно Численные Либо же Символьные Вы допустим Создаете Терминал Приложение Для терминалов Терминал Аэропорта Терминал А, терминал Б, терминал С, терминал Д То есть Это Чар У нас такая вещь как выбор языка уже вы можете сделать на котлене либо на си на си плюс плюс с дополнением android native android native development kit вы можете использовать это конкретно котлен и вот этот вкладочка вместе си си плюс плюс это вам позволит разрабатывать на андроиде что-либо также swift swift ui и также объектив си а си сейчас swift swift ui и объектив си вам поможет конкретно для решения задач программирования на ios то есть на iphone если вы хотите разработать все просто мобильное приложение хоть куда вообще хоть вообще куда угодно x86 assembly language вам в помощь то есть это с памятью вы будете делать все моф м о в джей м пи и плюс различные x х джей и пэджи точнее и плюс там будут использоваться различные xbx и xdx и то что оговорилась также если вы на котлене то у вас там вэл вар у вас используются values и variables то есть константы это values и также variables это у вас определенные вещички определенные переменные также у вас есть fun как функция например function это будет записана функция на си плюс плюс также есть fung в других различных языках программирования туда уже вы вы разрабатываете и создаете а по сути язык который вы используете если вы знаете что уже необходимо создать то в принципе все спокойно создадите я в этом уверен потому что это так работает если ты знаешь что необходимо сделать дальше ты уже мастер google стак оверфлоу тебе в помощь если ты делаешь что-то с машинным обучением связанное то тебе тогда поможет такая вещь как кегл key a g g l и и также английский язык дамы-господа это вот самое основное наверное даже если ты обладаешь математическими навыками дальше просто выучить английский язык и все программирование тебе открывается на раз-два потому что все что в языках программирования используется это продуктивные различные продуктивные слова то есть make create canvas equals to create canvas make dear создать директорию создать создать холст либо же function выполнить функцию это все продуктивные слова которые можно использовать это все в программировании поэтому я вам рекомендую сверва понять что да как если вы это поняли то дальше уже языки программирования просто гуглите и все мастер google так работает я думаю что скоро совсем мы не то чтобы завершим разговор про программистические дела мы перейдем на более понятную для большинства людей тематики потому что мы достаточно много уже про разработку говорили и перейдем в вероятность его либо я покажу наработки свои либо мы сейчас будем углубляться конкретно по различным функциям то есть разбираем например функции в си плюс плюс разбираем функции на сишар разбираем функции на обжекте все и так далее можем к этому перейти пишите комментарии что хотите и мы это сделаем благодарю вас за просмотр желаю вам успехов с вами был егор и до новых встреч всем пока